Ива Афонская В том числе постоянно принимаются новые законы, один безумнее другого. Но новый последний закон превзошел любые самые фантастические предположения и поверх всех просто в шок. Ни один фантаст до такого бы не додумался никогда. Государственная Дума Российской Федерации приняла закон о вынужденной коррупции. Согласно этому закону, возможны такие ситуации, когда признано, что чиновник-коррупционер был вынужден так поступить, по независимым от него обстоятельствам. Его коррупция носила вынужденный характер, поэтому ответственности за нее он не несет. То есть, что в жизни возможны ситуации, когда чиновник вынужден брать взятку. Его кто-то к этому принуждал. Каково, а? Вы можете себе это представить? Человека могут вынуждать давать взятку, но чтобы кто-то вынуждал ее брать, такое представить совсем невероятно. Официально этот закон называется «Осовершенствование мер ответственности за коррупционные правонарушения». Но на деле речь идет не об ответственности, а наоборот, об освобождении от нее. И наши депутаты, конечно же, радостно поддержали этот закон. Такие законы не виданы ни в какой стране. Никакие самые диктаторские, самые фашистские режимы не додумались до того, до чего додумались наши депутаты. Все это выглядит, как какой-то сатирический рассказ, фарс, фантазия, юмореско. Но самое удивительное, что это реальность. Причем предлагается сделать так, чтобы закон начал действовать еще до того, как он был принят. Принят он 15 февраля 2021 года, а вступит в действие он 1 марта, аж с 1 марта 2020 года. То есть почти за год до того, как он был принят. Такого прецедента я даже в мировой юридической практике не знаю. Чтобы действие закона было до того, как этот закон был принят. За одним числом. Закона такого еще не было, когда произошло событие. Но человек освобождается от ответственности. То есть если кто-то совершил коррупцию еще за год до принятия закона, он за нее ответственности не несет. А почему, я не понимаю, не продлили срок его действия до весь срок правления Путина, с самого начала его прихода к власти, чтобы уж всех коррупционеров за это время оправдать? Хотя их и так 20 лет никто не наказывал и правящая власть их покрывала. Потому что коррупция и воровство при Путине стали системой российской государственной политики. Теперь это только закреплено законодательно. Под обстоятельствами, освобождающими от ответственности, признаются чрезвычайные и необратимые обстоятельства, которых при данных условиях нельзя было ожидать или избежать, либо которые нельзя было преодолеть. В том числе стихийные бедствия, пожары, забастовки, эпидемии, военные действия, террористические акты, запретительные или иные ограничительные меры, принимаемые государственными органами, в том числе органами иностранных государств и органами местного самоуправления. Но осталось только выяснить, каким образом пожары, наводнения, эпидемии, забастовки, военные действия и террористические акты могут вынудить чиновников брать взятки. И тем более, каким образом меры, принимаемые самим государством, могут вынуждать чиновников брать взятки. Что государство само заставляет своих чиновников брать взятки и принимает к этому специальные меры? Или тем более, какие-то иностранные государства заставляют российских чиновников брать взятки? Какие? Нехорошие. Или органы местного самоуправления почему-то хотят, чтобы чиновники брали взятки и заставляют их это делать? Но этот вопрос остался без ответа. Поводом для принятия этого закона стала пандемия коронавируса. Хотя она длится уже год, и только через год наши чиновники и депутаты догадались, каким образом ее обернуть себе на пользу. Даже эпидемию использовали как повод, чтобы сделать какие-то льготы и поблажки для себя. Да еще какие? Чтобы оправдать свою коррупцию. Эпидемия виновата. Коронавирус виноват. Они не виноваты. Это коронавирус заставил их заниматься коррупцией. Правда, министр юстиции Александр Коновалов заявил, что этот закон носит технический характер и не предполагает оправдания злоупотреблений. Но в данном случае слово явно расходится с делом. Всем же известно, как умеют наши чиновники поворачивать законы в свою пользу. А тут и поворачивать ничего не надо. Все уже повернуто в нужную им сторону. В данном случае Минюст целенаправленно дает возможность чиновникам избежать наказания за коррупционные нарушения, оправдывая их какими-либо чрезвычайными обстоятельствами. У меня просто не укладывается в голове, как страна могла дойти до такой деградации. Это неслыханно во всей мировой истории. И они уже не стесняются ничего, потеряли всякий стыд и совесть. Вернее, терять им было нечего. Они ее отродясь не имели. И это уже акция на уровне торговли индульгенциями, отпущениями грехов за деньги со стороны католической церкви в средние века. Но, как известно, кончилась у них эта кампания реформацией, то есть массовой религиозной войной, захватившей всю Европу, и отпадением целого ряда стран от католической церкви и переход в другую протестантскую церковь. То есть кончилась религиозной революцией и сменой власти. Потому что народ уже не вынес такого бесстыдства. Сейчас же в России один за другим принимались законы, запрещающие народу и прессе критиковать власть и вменяющие за это уголовную ответственность, дающие неприкосновенность президенту, сенаторам, депутатам, причем до конца их жизни, чтобы они не вытворяли, запрещающие говорить правду и обзывающие это экстремизмом, запрещающие народу выходить на митинги. Все законы направлены на то, чтобы превратить народ в холопов, а власть в господ. Совершилось это законом о праве воровать. Итак, теперь коррупция в России официально разрешена и уголовной ответственности не подлежит. Что неудивительно для страны, незадолго до этого разрешившей насилие в семье и освободившей его от уголовного наказания. Тоже закон невозможный в нормальной цивилизованной стране, вызывающий возмущение и негодование. Что же дальше? Законодательно разрешат воровство и убийства, оправдывая их чрезвычайными обстоятельствами и легализуют возможность отравлять политических противников, новичков. Это будет неудивительно для страны, где воровство стало государственной системой и политические убийства – постоянной практикой политической жизни. Есть охота, покуда есть друзья, Давайте делать что-то, Иначе жить нельзя. Ни смысла и ни лада, И дни, как решето, И что-то делать надо, Хоть неизвестно что. Ведь срок и туч и краток, Вся жизнь в одной горсти, Так надо бы нам в порядок Хоть душу привести. Давайте что-то делать, Чтоб духу не пропасть, Чтоб не глумилась челядь И не кичилась власть. Пусть наша плоть недужна И безысходна тьма, Но что-то делать нужно, Чтоб не сойти с ума. Уже и то от рада У запертых ворот, Что все, чего не надо, Известно наперед. Лишай скорее, кто ты, На чьей ты стороне. Обрыдли анекдоты С похмельем наравне. Никто из нас не рыцарь, Не праведник челом, Но можно ли мириться С неправдою и злом? За Божий свет в ответе Мы все вину несем, Неужто все на свете Окончится на сём? Давайте делать то, Что Господь в душе велел, Чтоб ей не стало тошно От наших горьких дел Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Продолжение следует...